Стрельба в офисе Валдберес. Чего, блядь? Опять новая? Лагает YouTube? Не беда! Дед из Якутска решил эту проблему! Заходим в App Store, пишем ДедVPN и скачиваем. Это самый быстрый VPN на просторах интернета. С ним заработают все соцсети, банки и YouTube в 4К. Скорее скачивай по ссылке в описании или закрепленном комментарии. В этом ролике хотелось бы поговорить на тему стрельбы в офисе Валдберес. В результате нападения у бизнес-центра Романов Двор в центре Москвы, где находится офис Валдберес, пострадали 10 человек, из которых трое полицейские и два человека скончались от полученных ран. Сообщается в пресс-службе Следственного комитета. Подожди, подожди. То есть, в отличие от Челябинска, здесь прям жертвы были? России. Для того, чтобы... Ну, именно... Не ту девочку, которую отвезли в скорую, а именно умерли. Поразнять нападение потребовали силы более 100 силовиков. По данному факту возбудили несколько уголовных дел. Как сказано в сообщении ведомства, двое из пострадавших оказались правоохранителями, прибывшими на вызов. Всех раненых госпитализировали, им оказывается необходимая помощь. В свою очередь, пресс-служба компании выпускает заявление. Соучредитель Wildbirth Development Владислав Бокальчук совместно с своей охраной пытался зайти в офис, расположенный в бизнес-центре. В ситуацию вмешались правоохранители, а затем прозвучали выстрелы. Напоминаю, с лета этого года семья Бокальчук разводится по инициативе Татьяны, которая владеет 99% активов Wildberries, когда как Владислав владеет 1% компаний. Адвокаты бывшего мужа Татьяны рассказывают историю так, что Бокальчук и его представители охраны 18 сентября направляются в офис Wildberries на заранее обговоренную с компанией встречу, чтобы урегулировать ряд вопросов, в частности о строительстве новых складов. Издание Live, цитируя бизнесмена, пишет, что конфликт разгорелся еще на входе в БЦ, якобы охрана не собиралась пропускать его, назвала самого Бокальчука и сопровождающих его людей какими-то незнакомыми людьми, одного из его коллег бомжом. Первыми после прибытия Бокальчука в Романов двор огонь открыли сотрудники охраны офиса компании, настаивает бизнесмен и его адвокаты. Но в сеть интернет быстро просочилось множество видео с того нападения на офис и видно, как стекло входной двери выбивается снаружи и затем начинается потасовываться. Ну там видно? Да, да, да. Еб***цы просто. По заявлениям предпринимателей, его сотрудники были безоружными, их якобы защищали сотрудники полиции. И здесь получается какая-то несостыковка, если гибнет два охранника офиса московского Wildberries, получается люди Владислава были с оружием. Кому-то показалось, что мы пришли с угрозами, но это ложь. Мы пришли для обсуждения бизнес-вопросов. Мы пришли для обсуждения бизнес-вопросов. Просто с нами были стволы, дорогие друзья. Обожаю таких на***. Это просто гениально. Не, ну они должны просто сейчас получить по заслугам. Хотя, блядь, знаете, как у нас работает суд? Скорее всего они выйдут, им скажут. Да блядь, там просто шальная пуля, знаете, от охранника пролетела в них самих. Там просто от стены в стену в стену и потом обратно в них. В ответ по нам открывают огонь, заявляет Бокальчук. Однако его бывшая супруга Татьяна категорически опровергает договоренность о встрече. В частности, она назвала слова бывшего мужа абсурдными, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Согласно её комментариям, речь идёт о неудавшейся попытке захватить бизнес. Группа людей под руководством Владислава Бокальчука попытались захватить... Подожди, правильно я понимаю, это тот самый пример, короче, когда... Я просто не особенно шарюсь за лор Валберрис. То есть получается тот самый пример, когда женщина сделал бизнес, они разводятся, и мужик такой... Так, блядь, дай мне бабло, сука, ёбаный в рот, я тоже хочу быть богатым. Захватить офисы Валберрис в Москве. Вот теперь это рейдерский захват, не его неудачная попытка. Здесь остаётся догадываться о смысле данного захвата главного офиса компании. Валберрис это интернет-магазин, управление которого осуществляется не из одного офиса, и просто захватив главный штаб корпорации, таким образом можно нанести ущерб бизнесу, но заполучить контроль над всем Валберрисом невозможно. А силовиков так или иначе всё равно бы поставили в известность и заставили бы Владислава вернуть контроль над главным офисом Татьяне. Казалось бы, подобные методы остались на страницах 90-х и сегодня не имеют абсолютно никакого смысла. Валберрис также подчёркивают, что у Владислава Бакальчука нет доступа к офису, так как он не является сотрудником и, как владелец одного процента, имеет право только на запрос документов. Сторона Татьяны Бакальчук утверждает, что стрелку у офиса в Романовом дворе первыми открыли вооружённые люди, сопровождавшие её мужа. После стрелки у офиса Валберрис в Романовом переулке следственный комитет возбуждает уголовные дела по статьям, связанным с убийством, покушением и незаконным хранением оружия. Всего после стрелки у офиса компании силовики задержали свыше 30 человек. Муж основательницы Валберрис Владислав Бакальчук был доставлен на допрос. Ему предъявлены обвинения по делу о вооружённом нападении сообщил... Ну, а потом отпустили, как я понимаю, да? ...телеграм-канал Шот. Сначала, как отмечается, Бакальчук находится на допросе в Следственном комитете под статусом свидетеля. Однако позднее появляется информация, что муж основательницы маркетплейса задержан силовиками. В настоящий момент следствие ходатайствует об исправлении меры пресечения. По данным телеграм-канала Шот, в частности, Владислава Бакальчука обвинили в убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По совокупности предъявленных обвинений Владислава Бакальчуку грозит ему до 20 лет лишения свободы. Вооружённые люди ворвались в наш офис, устроили перестелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Компания обещает помочь семьям пострадавших, а по словам Татьяны Бакальчука... Не, ну мужик вообще просто конченый. То есть просто ради того, чтобы у него появились хоть какие-то деньги, он пошёл на такое. Нет, понятное дело, что вряд ли в голове у него изначально была мысль о том, что кто-то там умрёт, какие-то будут летальные исходы, но вряд ли. Он, скорее всего, думал, что он придёт, обсудит, припугнёт, покажет, кто в доме хозяин, что мужик самый главный. Но оказалось как бы, что тут у нас ситуация несколько иная. Сказать просто нечего. Жалко, опять же, семьи, которые потеряли отцов, а Валберес, ну, блять, я не знаю, я им даже до этого не пользовался. Я говорю, мне в этой ситуации, мне максимально по*** на Валберес, мне единственное жалко только людей, которые погибли. Всё. Татьюк 19 сентября объявлен днём трауров компании. Я не раз говорила, что Валберес это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура. Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом. Отвечать им придётся ещё и перед судом божьим. Поводом для конфликта между супругами и сооснователями маркетплейса становится сделка по объединению с группой компании РУС. Не сошлись во мнениях по поводу этого решения. В историю вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Первые сообщения об объединении Валберес и группы РУС появились в прошедшем июле. В заявлении отмечалось, что цель слияния — создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы, которая была бы способна конкурировать с мировыми лидерами в отрасли. Американскими компаниями Amazon и Google, китайским AliExpress и другими. Также предполагалось, что стратегический проект будет работать не только в России, но и в Индии с Китаем, странах бывшего СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. По данным РБК, сделку одобрили в правительстве РФ. Как на это отреагировал Владислав Бакальчук? По его словам, в прошедшем июле его отстранили от работы в маркетплейсе. В компании он занимался финансовым и операционным блоками управления. По мнению Бакальчука, это было решение Ливана Мирзаяна, который подчинил себе Татьяну и манипулирует ее с целью личной выгоды. Владислав охарактеризовал данную сделку рейдерским захватом. Затем Бакальчук обращается за помощью в решении семейных и бизнес-проблем лично к главе Чечни Рамзану Кадырову. По заявлению совладельца Вайлдберес, они ранее дружили и общались. Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой они с Бакальчуком обсуждают сложившуюся ситуацию. Жену Владислава... Ну короче, как я понял, Кадыров типа хотел помочь, а в результате сейчас, ну, крайне все равно будет этот Владислав. Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Активы компании Вайлдберес с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Рус Аутдор. Причем мошенники даже не стараются создать видимость, естественность и чистоты происходящего. По данным газеты Forbes, после слияния компаний в ходе... Что в этом году с ВБ творится, в январе горит, в сентябре перестрелка? Блин, кстати, реально какая-то вот черная полоса максимальная. Который в Рус получает 35% от бизнеса Вайлдберес, состояние Татьяны Бакальчук снижается практически в два раза. С 7,9 миллиардов долларов до 4,1 миллиарда долларов. Суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе возле офиса Вайлдберес. Постановлением Басманного районного суда Москвы, следующих фигурантов на фото отправили в СИЗО до 18 ноября 2024 года. Судьба Владислава на данный момент остается неизвестной. Среди перечисленных московским судом его имя не фигурирует. И в СИЗО бизнесмен отправлен не был. Но, как говорится по информации Forbes, утром 19 числа Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по множеству статей, связанных с убийствами. Суммарно ему грозит 20 лет лишения свободы. Адвокаты бизнесмена отреагировали на задержание следующим образом. Это вопиющее и беспрецедентное нарушение прав нашего подзащитного. Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей, внезапно становится сам обвиняемым по целому ряду уголовных дел. Они называют обвиняем... Это даже звучит нелогично. Ну, то есть, они утверждают то, что первые открыли огонь, вот, получается, охранники, да? Хорошо, как тогда они себя застрелили? Или они такие увидели Владислава и такие... Не подходи, я буду стрелять по себе! Я предупреждаю! Чё это за хуяя? Или они просто охуенно защищались? Что за пи***ц? Я не понимаю. Они в убийстве абсурдными и заявляют, что средствия оказывают на них давление. Защитники Бакальчука также выражают уверенность в том, что, цитата следствия, обратит внимание на тот факт, что братья Мирзаян и Татьяна Бакальчук открыто сотрудничают с вооруженными преступниками. В числе нанятых ими охранников оказались террористы и люди с криминальным прошлым, утверждают адвокаты. Имена так называемых террористов они не назвали, но утверждают, что именно эти люди открыли огонь на поражение по Бакальчуку и его представителям. Многие в данной ситуации, которая произошла вокруг Москвы... Опять разрабы тестят на Россию хуякую, ну дают. Реально разраб дал... ...осковского офиса Вайлдберрис поразились тому, как такое могло произойти буквально рядом с Кремлем. Для меня это странно в том плане, что на самом деле от такого не застрахован абсолютно никто. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите... Но ситуация страшная, и страшно то, что как бы что-то вот прям пошли пересылки буквально два дня. Сначала Челябинск, теперь Вайлдберрис. Что дальше? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...